МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а вспомнить прошлогоднее послание нам сегодня поможет гость студии Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета по аналитической экспертной деятельности и заслуженный работник хозяйства Республики Саха-Якутия. Александр Андреевич, добрый день. Добрый день. Ну вот, как мы помним, глава Якутии в прошлом году, 2023 год, объявил годом труда в Республике, учредил премию в 300 тысяч рублей 50 труженикам, изобретателям за их достижения в их сфере деятельности и заметные достижения на трудовом поприще. Вот как вы считаете, насколько актуальным остается вопрос поддержки человека труда в нашем обществе? Ну, во-первых, я бы сказал, что весьма актуальным остается практика посланий главы Государственного собрания, потому что это документ стратегического значения, который определяет на ближайшую перспективу наши действия. Наиболее важное и более актуальное направление нашего развития и деятельности всех органов власти и в то же время настраивает население на выполнение этих задач. Вот. Да, действительно, этот год труда у нас заканчивается. Ну и надо сказать, что на этом направлении было сделано очень много. Ну, во-первых, много было уделено внимания развитию новых производств. Вот. Ну, мы сейчас знаем, что это посемельдинское месторождение уже планирует выйти на 50 миллионов тонн угля. Это рекорд, который даже трудно себе представить. Вот. Более того, у нас появились и много, вернее, работы было сделано по развитию других отраслей народного хозяйства. Вот. Ну и венцом любой такой деятельности является производительность труда. И вот 22-й год у нас отметился тем, что производительность труда в целом по республике у нас выросла на 33% по сравнению с 2017 годом. Это вот пятилетие. Надо сказать, что эта пятилетка была, несмотря на пандемию и прочие, значит, факторы, которые нам мешали развиваться, включая и санкции и так далее, все-таки мы сумели к концу этого пятилетия выйти на очень высокие показатели по всем направлениям. Вот. Ну и то, что у нас рост производительности труда, и пусть люди не сомневаются в том, что, может быть, это за счет того, что цены росли. Нет. Производительность труда измеряется по физическим показателям. Рост цен, инфляция, это все нивелируется, и остается только самая вот основа, физическая основа произведенного продукта или произведенных услуг. Поэтому 33% очень хороший показатель для завершения этого года труда. Да. Действительно. То есть, получается, мы можем в Новый год войти отчасти с чувством выполненного долга. Безусловно. Вот я просмотрел, проанализировал послание прошлого года. Практически по всем параметрам мы продвинулись существенно. По всем направлениям, которые тогда были поставлены, развитие и задачи поставлены, мы практически почти все выполнили. Да. Один из важнейших параметров это, пожалуй, здравоохранение, так как сферу экономики производства мы только что с вами обсудили. Вот сейчас в медицине сделан колоссальный прогресс. Построено более 100 фельдшерских и кушерских пунктов. Жители Арктики получают качественную медпомощь благодаря тем самым мобильным бригадам, которые ездили в отдаленные населенные пункты в этом году. В ТАТИ заработала медпрофильная поликлиника, которую открывала лично Владимир Владимирович Путин. Как вы считаете, способна ли Якутия достичь цели и сделать доступной медицину в ближайшие годы для всех? Ну, практически она и сегодня в значительной степени доступна. И интересно то, что у нас развивается и платная медицина. Это тоже такой показатель, который характеризует и уровень жизни населения, и уровень предоставления медицинских услуг. Качество и количество медуслуг. Ну, а в послании прошлого года, послании на этот год, 23-й, тогда глава наш, Асен Сергеевич, он отметил, что доступность в медицине – это первейшая задача наша. Действительно, и надо еще, я вспоминаю просто давно ушедшие годы, когда Михаил Ефимович Николаев, наш президент, впервые заступил на пост президента, первый указ его касался здравоохранения. И вот с тех пор у нас вот это в государственной политике, охрана здоровья, защита, особенно материнство и детство – это первейшая задача. И очень важно, что у нас сейчас еще сохраняет свою актуальность, и мы продолжаем двигаться. Ну, у нас в то же время мы отметили с тем, что открыли новый кардиологический центр, готовимся к открытию в ближайшее время уже онкологический центр, и мы закрываем два самых тяжелых направления в нашем здравоохранении, потому что онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы у нас лидируют, к сожалению. Но я думаю, что этим мы существенно поправим положение. Ну и вот вы сказали, сколько у нас в Вершерске и Хавширске пунктов введено лечебных учреждений. Этот путь продолжается. Ну и в таком случае, когда у нас появится действительно два таких узкоспециализированных центра – кардиодиспансер и онкодиспансер, которые начнут работать в полную силу, мы сможем охватить всю республику, и тогда якутянам не придется ездить в центры России. Правильно. И вот, кстати говоря, вы вот упомянули насчет того, что у нас теперь родилась мобильная медицина. Ну, надо сказать, это, я думаю, впервые в России опять мы самые первые идем. Ну или, по крайней мере, в числе самых первых. Потому что наша задача – дотянуться медицинскими обслуживаниями до самого дальнего поселка. И вот у нас вездеходная техника сейчас готовится, и наш северо-восточный федеральный университет на этом направлении тоже подключился. Работаем мы с нашими вездеходчиками. Ну и им тоже нужна помощь, поэтому мы разрабатываем резинотехнические изделия, которые выдерживают минус 50 градусов. И вот это сейчас вот наше участие, и даже и в этом проявляется, в нашем университете. Александр Андреевич, прямо сейчас предлагаю переместиться в зал Республики, откуда в скором времени начнется трансляция послания главы. Там сейчас работает мой коллега Петр Васильев. Петр, добрый день. Расскажи, какие настроения витают в Доме правительства перед началом послания, и какие ожидания непосредственно у парламентариев? Надежда, я тебя приветствую. Действительно, мы сейчас находимся в зале Республики, где буквально через несколько минут глава региона Айса Николаев огласит шестое ежегодное послание к Государственному собранию ЛТМН. Напомню, мероприятие ежегодное, и каждый год здесь собирается большое число, как и самих, собственно, депутатов Госсобрания ЛТМН, членов правительства, общественников, участников специальной военной операции, ну и тех, кому просто не безразлично развитие Республики на ближайший год. Отмечу, что подобное мероприятие – это своего рода вектор развития, который определяет то, как мы будем жить в следующем году, каким будет 2024 год в Республике в социально-экономическом, промышленном плане, и, конечно же, культурном, технологическом и даже креативном. Напомню, что в рамках послания прошлого года Айса Николаев объявил 2023 год годом труда, и действительно, я считаю, что это монументальное решение, многие здесь, в этом зале, со мной согласятся. Ну, а небольшие итоги я сейчас предлагаю подвести с нашим спикером. Это Альберт Семенов, председатель Якутской городской думы. Альберт Никандрович, добрый день. Ну, вот давайте об итогах, кратких того, чем запомнился 2023 год в плане вот именно развития года труда. Ну, действительно, 2023 год был очень таким знаменательным, да. Вы знаете, что у нас прошли трехуровневые выборы. Это, прежде всего, выборы главы региона. Мы выбирали Ильдархана Республики. И, конечно же, с большим отрывом победил действующий глава Республики Анастасий Сергеевич Николаев. Также прошли выборы в государстве собрания Ильтумен и в Пусскую городскую думу, где тоже убедительную победу одержала партия «Единая Россия». Это не может не радовать. Почему? Потому что, ну, действительно, «Единая Россия» – это проводник идеи Путина, нашего президента. И мы знаем, что, ну, каждый год и президент нашей страны, и глава в конце года проводит послания к федеральному собранию и государственному собранию Ильтумен. Ну, и, а если подведите итоги года труда, ну, конечно же, год был насыщенный, непростым. Ну, действительно, мы трудились на благо развития нашей республики, нашего города, нашей страны. Поэтому, конечно же, итоги, можно сказать, хорошие. Вы знаете, что он, Асей Сергеевич Николаев подписал, вернее, ну, позапрошлым году подписал указ о экономическом развитии города Якутска. В этом году, в сентябре, буквально недавно он защитил мастер-план города Якутска перед президентом нашей страны. Мы получили недавно перечив поручений. Планы стоят глобальные. Мы ждем от послания, конечно же, только позитивные направления. Ну, конечно же, сегодня будут обсуждаться в том числе вопросы, которые касаются всей жизнедеятельности нашего города, республики. Мы надеемся услышать, ну, в первую очередь, конечно же, нас интересуют вопросы, связанные с развитием города Якутска, ну, и, конечно же, нашей республики. Альберт Николаевич, ну, я уверен, что не только Якутск, но и всю республику охватит послание сегодняшнего года. Спасибо вам большое. Будем вместе с вами ждать послания на год грядущий. Надежда, ну, а у нас к этому часу вся информация. Мы обязательно расскажем подробности в дальнейших эфирах. Передаю тебе слово. Петр, благодарю за информацию и желаю тебе дальнейшей успешной работы. Будем ждать от тебя новых подробностей и свяжемся с тобой уже по завершению послания главы Якутии, госсобранию и общественности. Александр Андреевич, мы говорили сегодня уже с вами об экономике, о медицине. И вот хотелось бы как раз еще, наверное, поговорить о том, что наша республика в этом году стала регионом-миллионником. Это, конечно, и крепкие семейные ценности, которые позволили достигнуть Якутии таких показателей. Но без того наша республика держит позиции на первом месте по Дальнему Востоку. По России Якутия занимает седьмое место по рождаемости. Как вы считаете, вот стратегия правительства республики, направленная на демографический рост, приносит свои плоды? Да, безусловно. Дело в том, что вот демографический рост, он вбирает в себя очень много показателей, как и, допустим, и много процессов в себя вбирает, как и такой показатель, как продолжительность жизни населения. Тут много, тут они такие комплексные, которые оценивают в целом позицию. Ну, действительно, мы достигли миллион. Я иногда говорю, что у нас второй миллион теперь в республике, потому что первый миллион у нас уже был до 90-го года. В советское время мы миллион уже достигали, так что мы второй миллион выполнили. Но это показатель такой очень важный. Ну и, наверное, все помнят, как это известие воспринял наш президент Владимир Владимирович Путин, когда Асин Сергеевич ему сказал об этом. Он говорит, как вы добиваетесь таких результатов. Но здесь надо отметить вот что. То, что у нас миграционная сальда, так называемая, прибывшая, уехавшая, сменилась уже давно на положительное. То есть количество приезжающих в республику у нас больше, чем выезжающих из республики. То есть мы миновали вот этот большой такой демографический провал, который у нас был в свое время. Ну и в то же время коэффициент рождаемости – это самый главный показатель. Ну, я помню, такие показатели, как 14 детей на тысячу человек, да? Вот сегодня у нас, мы говорим, 7. А это был как раз период того бурного роста в 80-е годы, когда мы начинали строить Нерингри, когда у нас алмазная еще промышленность активно пошла на север, развивалась. Ну вот, тогда у нас были такие показатели на юге. Но теперь это все-таки высокие показатели тоже считаются. И благодаря чему это все происходит? Потому что, во-первых, у людей появилась уверенность. Уверенность в достатке своей жизни, что они смогут вытянуть детей, сколько бы их там не было. Ну и вспоминаются, наверное, наши древние традиции, когда многодетность у нас была, это было такой нормой жизни. Вот в нашей семье у мамы 18 детей было в семье. У отца, у бабушки, вернее, матери моего отца, у них 14 детей было в семье. Вот поэтому эти традиции были когда-то, и надо их восстанавливать. Я думаю, что теперь у нас появляются еще новые факторы. У нас теперь будут, наверное, рождаться новые города, потому что, ну, я про Ильгу уже сказал, да, там, безусловно, нужно уже теперь строить не то, чтобы поселок, там уже город надо строить. Со всей инфраструктурой и так далее, со всеми заботами, в том числе и проблемами. Ну, естественно, результатами, достижениями. Так что вот этот процесс, он сейчас уже как бы такой устабилизировался и будет идти все время в рост. Александр Андреевич, вот глава республики обращается к госсобранию уже в шестой раз, получается. И показательно, что все ключевые задачи, вот с чего мы начали нашу беседу, да, Айсен Сергеевич ставит задачу в своем обращении, к концу года мы смотрим, и действительно все задачи решаются. Как вы считаете, на что в этом году будет сделан основной упор, каким, возможно, будет год 2024, под какой гидой он пройдет? Тяжелый вопрос, честно скажу, потому что здесь много факторов, которые сейчас нас сильно озадачивают. Ну, во-первых, мы говорим про экономический рост. Я уже сказал о том, что за этим последует. Мы, допустим, называем там цифру создания нескольких десятков тысяч новых рабочих мест. Где? В промышленности. За каждым одним промышленником у нас идут 4-5 работников народного хозяйства, которые заняты во всех других отраслях. Прежде всего, в социальной сфере, образование, здравоохранение, детские сады и прочее, жилищно-коммунальное хозяйство, городской транспорт, городское хозяйство и так далее. Это люди. Поэтому, когда мы задумываемся о демографическом росте и начинаем вставлять вот эти параметры, пропорции, которые рождают сами по себе, то получается у нас вот такая вот картина. Благодарю вас, Александр Андреевич, за экспертную оценку. Думаю, что нам пора переместиться в Дом правительства, где уже через несколько секунд начнется ежегодное традиционное послание главы Республики, Госсобранию, Утумен и общественности. После чего мы обязательно вернемся в студию, уже обсудим состоявшееся обращение. Если говорить о продолжительности обращения прошлого года, то оно составило 1 час 15 секунд. Согласно нашим данным, в этом году хронометраж составит также больше часа. Прямо сейчас гости уже находятся на своих местах, все в ожидании главы Республики Айсена Сергеевича Николаева. Напомню, что трансляция идет на всех телеканалах национальной обещательной компании «Саха». Это НВК «Саха», «Якутия-24», а также телеканал «Мамонт». Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые телезрители, напомним, что это ежегодное послание. В этом году глава нашей Республики Айсен Сергеевич Николаев обращается к Государственному собранию Утумен и общественности уже в шестой раз. Напомним, что 2023 год был объявлен Годом труда. В ожидании, каким же будет год 2024, трансляция послания идет традиционно на всех каналах НВК «Саха», «Якутия-24» и телеканале «Мамонт». В послании принимают традиционно общественники, руководители крупных компаний, депутаты, а также руководители министерства и ведомств, но и традиционно члены правительства. С минуты на минуту уже начнется послание. Все в ожидании главы Республики. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Глава Республики впервые доверили мне возглавить нашу Якутию. Мы вместе прошли большой путь. Прошли немало испытаний и добились немалых побед. Ничего нам не давалось легко и просто. Наша Республика в эти годы развивалась вместе со всей страной упорным трудом каждого из ее жителей. Пользуясь возможностью, я благодарю сограждан за доверие снова руководить родной Республикой. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Задачи перед нами стоят предельно ясные. Не снижать набранных темпов развития, добиться реализации всех принятых планов и выходить на новые точки роста для благополучия каждого жителя Республики, для нашего общего движения вперед. Легко не будет, как не было легко все прошедшие годы, но мы четко понимаем, трудности для нас не повод опускать руки, а возможность еще крепче объединиться, еще лучше работать. Сегодня я хочу представить вам цели и задачи, стоящие перед нами, перед Республикой, перед всеми якутянами в ближайшие годы. Эти годы станут историческими для нашего Отечества, станут временем необратимых изменений и больших преобразований. Пройдя все испытания, наша Россия, великая страна с безграничным потенциалом, которая умеет отстаивать свои национальные интересы, будет, безусловно, одним из лидеров многополярного мира. Об этом говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, и в этом уверены все мы, россияне. Путь нашей родной республики мы определяем в потоке этих стремительных перемен в единстве со всей нашей великой Россией. И мы точно знаем, никто и ничто не свернет нас с этого пути. Уважаемые якутяне, в уходящем году вместе со всей страной наша республика приближала победу в борьбе за суверенитет и будущее России. С первых дней специальной военной операции наши воины встали на защиту Родины. Мы гордимся мужеством каждого бойца и желаем ребятам, которые находятся на передовой, скорее вернуться с победой домой. Мы гордимся земляками, удостойными в этом году звания Героя России. Александром Колесовым, Алексеем Неустроевым, Филиппом Евсеевым и Дмитрием Егоровым. Александр Колесов и его боевые товарищи здесь, в этом зале, давайте поприветствуем наших героев в их лице всех защитников отечества. Спасибо. Дорогие друзья, также я прошу почтить минутой молчания память Героя России Дмитрия Егорова и всех бойцов, которые отдали самое что есть дорогого человека свою жизнь за нашу Родину. Спасибо. С самого начала специальной военной операции нашей важнейшей задачей стала всесторонняя поддержка военнослужащих якутян и их семей, помощь в восстановлении новых российских регионов. Мы выстроили слаженную систему материальной и гуманитарной поддержки наших военнослужащих. Действует единый координационный центр на базе постоянного представительства Республики при президенте России. Эффективно работает сеть опорных пунктов в регионах, через которые идут гуманитарные грузы, снаряжение для наших бойцов, организованное сопровождение раненых в госпиталях. В общую победу вносят вклад тысячи и тысячи жителей Якутии. Силами Республики, муниципальных образований, наших граждан оказывается большая финансовая и материальная поддержка специальной военной операции. На передовую отправлены сотни транспортных средств, электрогенераторов, беспилотников, тепловизоров, средств связи. Тысячи маскировочных халатов и камуфляжных сетей, сотканных руками якутианок, защищают наших бойцов. Огромное спасибо всем, кто помогает армии и членам семей наших воинов. Спасибо волонтерам в госпиталях, они окружают раненых бойцов теплом нашей Родины. В октябре я подписал указ, которым систематизировано 28 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, 8 из них новые. С июня этого года у нас в Республике заработал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы фонда уже оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям в районах и городах Якутии. Медики и социальные службы проводят реабилитацию ребят, пребывающих в отпуска, а также уволенных с военной службы и членов их семей. Вместе с тем в ближайшее время крайне важно решить вопросы комплексного сопровождения воинов уже по их возвращению, включая расширение медицинских, социальных услуг, помощи в трудоустройстве и переобучении. Ни один участник специальной военной операции и их родные не будут оставаться без внимания и поддержки. Любые факты равнодушия или пренебрежения, в первую очередь, со стороны чиновников всех уровней, будут пресекаться и ни в коем случае не должны допускаться снова. По большому счету, отношение к защитникам Родины становится сегодня моральным мерилом для власти и для всего общества. Я, как вы знаете, часто бываю на Донбассе. Каждый раз люди передают всем якутянам искреннюю благодарность за братскую помощь. Помощь эта действительно очень большая и многосторонняя. В нашем подшефном городе Кировске силами республики восстановлено 63 социальных и коммунальных объекта. Якутские врачи-офтальмологи вернули зрение сотням жителей Донбасса. Сегодня бригада наших врачей начала работу в городе Торезе Донецкой Народной Республики. Недавно с гастролей в новых регионах вернулись артисты Национального театра танца. Уверен, все это очень сильно поддерживает и воодушевляет наших новых сограждан. Ведь свое будущее они связывают навеки только с Россией. Это очень и очень важно. Как всегда было в сложные моменты нашей истории, мы должны быть неравнодушными, едиными и сплоченными. Объединиться в борьбе за свое Отечество, всеми силами приближать победу – это наш святой долг. Вместе со страной мы преодолеваем беспрецедентные санкции недружественных государств. В этой борьбе Якутия по праву становится одной из надежных опор России и ее крепким экономическим тылом. Экономика Республики усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Из года в год обновляются рекорды подобычи нефти и газа, удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. Валовый региональный продукт за 2023 год предварительно оценивается не менее чем в 2 триллиона 300 миллиардов рублей, а его реальный рост составит 3,5%. Мы первые в стране по темпам экономического роста за постпандемийный период. Растут и собственные доходы консолидированного бюджета, которые достигли в этом году рекордного объема в 255 миллиардов рублей. Опираясь на рост экономики, мы продолжим решение многолетних проблем, мешающих благополучию людей, не снижая уже взятых темпов развития инфраструктуры для жизни в городах и селах. По итогам уходящего года будет введено 64 крупных социальных объекта. Это современные школы и детские сады, больницы, дворцы культуры и спортивные комплексы. Самое главное наше достижение, самый верный показатель улучшения условий жизни людей, это то, что якутяне живут дольше и с каждым годом нас становится больше. Наша республика – единственный регион Дальнего Востока, население которого стабильно растет эти годы. В сентябре этого года продолжительность жизни у нас впервые достигла 73,5 лет и сравнялась со среднероссийской. Каждая пятая семья в республике многодетная. Мы занимаем седьмое место в России по рождаемости. Уходящий 2023 год отмечен особым, незабываемым событием. В июне этого года численность жителей Якутии достигла миллиона человек. Рождение миллионной жительницы республики в дни благословенного праздника Эсех стало настоящей радостью для всей Якутии. Недавно я навестил семью Ануфриевых в Мирном и от имени всех якутян пожелал малышке Саине расти здоровой и счастливой в любви и заботе родных и близких. Нас в республике миллион. И каждый имеет право жить счастливо здесь и сейчас. Имеет право быть уверенным в своем будущем, в будущем своих детей и внуков. И мы будем последовательно осуществлять наши планы по улучшению качества жизни людей во всей Якутии. Мы вступили в новый пятилетний этап. И сейчас завершается работа по формулированию целей, задач и мер, направленных на достижение материального социального благополучия каждого жителя Якутии, на развитие ее человеческого капитала. Эти меры будут отражены в стратегических указах Илдархана. Достижение поставленных целей станет ключевым критерием оценки эффективности руководителей всех уровней. Правительства, министерств, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Вся система управления должна быть настроена на реальное решение задач, исключая любой формализм и перекладывание ответственности или попытки скрыть бездействие за никому не нужными справками и отчетами. Каждый житель республики должен быть вовлечен в общую работу, доверяя действиям власти. Только таким образом мы будем вместе идти к нашей цели, благополучию всех якутян. Основа благосостояния общества в настоящем и будущем – это крепкая экономика. Сегодня вся мировая экономическая система переживает необратимые изменения. На смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. И наша задача не просто выжить, выстоять в условиях перемен, а стать локомотивом роста, развернувшейся на восток российской экономики. У нас есть уникальные шансы для этого. Огромный экономический потенциал Якутии становится ключевым звеном нового интеграционного контура на карте мира, к созданию которого стремится наша Родина в партнерстве с дружественными странами. Но при этом эффективная интеграция невозможна на основе действующей энергетической транспортной системы, которая создавалась у нас по потребности экономики конца прошлого века. Поэтому я твердо убежден, что реализация всех промышленных проектов Республики должна быть связана с развитием транспортно-энергетического каркаса Якутии. Именно таким образом мы выстраиваем развитие новых производственных мощностей на территории Республики. Одной из самых активных строительных площадок страны станет Западная Якутия. Здесь инициированы крупнейшие проекты, способные трансформировать экономику всего Дальнего Востока и в нефти, и в газе, в алмазах, в золоте. Для надежного энергоснабжения новых производств и жизнедорожной инфраструктуры Восточного полигона в августе в Ленском районе началось строительство Новоленской ТЭД с мощностью 550 мегаватт. Для поставок газа на новую станцию начнется строительство установки комплексной подготовки газа с магистральным газопроводом со Среднепотобинского месторождения до Ленска. В результате повысится надежность системы электрогазоснабжения, появится более 500 новых высококвалицированных рабочих мест. На Среднепотобинском месторождении также стартует совершенно новый проект, связанный с экологичными технологиями будущего. Это комплекс по переработке природного газа для извлечения гелия. Начало пилотной добычи гелия запланировано на 2025 год, выход на проектную производительность 4 млн кубометров в 1928 году. Нам крайне важно укреплять производственную базу нашей главной отрасли добычи алмазов. Подземный рудник «Мир Глубокий», строительство которого Алроса начинает мирно, станет крупнейшим объектом алмазодобычи не только России, но и всего мира. В Южной Якутии продолжится расширение производственных мощностей и инфраструктуры. В этом году на Эльгинском угольном месторождении запущены 4 новых обогатительных фабрики. Планируется ввод еще двух фабрик мощностью по 7 млн угля каждая. Построено более половины 250 км Тихоокеанской железной дороги, которая соединит Эльгинское месторождение со строящимся портом Чумикан на Охотском море. Отгружены первые 450 тысяч тонн железной руды Севаглинского месторождения в Нюрнгринском районе. Для обеспечения надежности энергоснабжения Южной Якутии стартуют сразу два крупных проекта энергогенерации, строительство газовой электростанции на 330 мегаватт в Чульмане и двух блоков Нюрнгринской ГРЭС по 225 мегаватт каждый. Важно, чтобы новые энергомощности благоприятно сказывались и на экологической обстановке, и повышению качества жизни людей. В Якутской Арктике формируется Кючевский горнопромышленный кластер, для энергобеспечения которого в Устьянском улусе началось строительство инфраструктуры первой в России, вообще первой в мире, атомной станции малой мощности. Экономический эффект арктийских проектов, конечно же, будет усилен восточной горнорудной провинции, где в сентябре введено в эксплуатацию месторождение полиметаллических руд Верхней Менкиче, начато освоение месторождения Серебропрогноз, а в скором времени стартует промышленная разработка Агукинского медно-вольфрамового месторождения. Стратегическая задача на ближайшую перспективу – это ускорение строительства автодороги Яна, которая свяжет огромные территории от Найбы на Северном Ледовитом океане до Хандыги на федеральной дороге Колыма с дальнейшим выходом на Охотское море. Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот уникальные месторождения северо-востока Якутии, повысит транспортную доступность для жителей нашей Арктики и, конечно же, радикально изменит логистику северного завоза. Мы сегодня видим, что республика становится участником глобальных экономических процессов на Востоке. На международном форуме в Пекине «Один пояс – один путь» президент нашей страны Владимир Владимирович Путин обозначил новые международные транспортные коридоры, среди которых обозначил Якутский, который соединит Азиатско-Тихианский регион с Северным морским путем через Якутию. Одним из ключевых объектов восточной транспортной системы, конечно же, станет наш Ленский мост. В этом году завершилось проектирование моста, получены первые решения по объемам федерального финансирования на ближайшие годы, сформированы земельные участки, переустроены инженерные сети. Все готово к началу основных работ, и строительство мостового перехода должно стартовать уже в ближайшие месяцы. И поручение президента страны, правительству России и правительству Якутии о завершении строительства Ленского моста в 2028 году безусловно должно быть выполнено. В уходящем году мы задали ключевые направления развития центров экономического роста якутской аггломерации Нерингринского, Мирненского и Алданского районов, в которых проживают более половины жителей Якутии. В основе поддержанных президентом страны Владимиром Путиным мастер-планов Якутской и Нерингре лежат реалистичные модели экономического развития, сформулированы пространственные решения, запланировано создание необходимой инфраструктуры и жилья. Здесь хочу отметить, что неоценимую поддержку наших планов по развитию Якутии и ее крупнейших центров мы получаем от полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева. Самое главное, что мастер-планы отвечают на проблемы, обозначенные самими жителями городов. Наша общая задача добиться улучшения качества жизни людей и первые практические шаги уже делаются. В Якутске начато расселение 17-го квартала, на месте которого появится современный микрорайон спортивный. В следующем году там должны быть расселены не менее 17 аварийных домов. Реконструируется главная площадь республики, что с обновленным проспектом Ленина изменит облик столицы, преобразятся набережные озера Сайсары и набережная имени Романа Димитриева в 202-м микрорайоне. Для обеспечения растущих потребностей южной части города построен пятый водоузел, завершается строительство третьего канализационного коллектора. Буквально на днях будет введен новый полигон твердых коммунальных отходов в Якутске. Вместе с тем он, конечно же, не сможет эффективно функционировать без важного звена сортировки мусора. Правительству республики необходимо форсировать строительство мусороперегрузочной станции, необходимой для полноценной работы полигона. Реализация мастер-плана Нервингри позволит поднять на новый уровень здравоохранения района. Ремонтируются и оснащаются современным оборудованием лечебные и поликлинические блоки центральной больницы, и к концу 1926 года 14 медицинских объектов в Нервингри должны быть полностью обновлены. В поселке Чульман начнется строительство новой школы. Прошу ускорить строительство, чтобы 1 сентября 1925 года первый звонок на урок зазвучал уже в новой красивой школе. В Мирненском и Алданском районах, в том числе при активной поддержке нашего крупного бизнеса, строятся долгожданные социальные объекты, ремонтируются улицы, благоустраиваются территории. Развитие арктийских территорий всегда находится под моим личным контролем. Укрепление обороноспособности страны, возрождение Северного морского пути, новые индустриальные проекты при федеральной поддержке будут дополнены достойной инфраструктурой для жизни людей в Арктике. К опорным пунктам арктийской зоны России отнесена агломерация Тиксинайба Булунского улуса, усудится деятельность научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития по научному изучению Арктики. В целом, развитие опорных пунктов поможет поднять на качественно новый, другой уровень жизни огромную территорию Якутской Арктики. Цели обозначены, поддержка получена. Впереди сложная, кропотливая работа по реализации намеченных планов, уточнению источников финансирования, проектированию и строительству объектов. Это потребует высокого профессионализма и согласованности действий всех участников процесса. Я прошу правительства Республики, глав муниципалитетных образований, руководства ключевых предприятий Республики сформировать конкретный пошаговый оперативный план по каждому мастер-плану и обеспечить их своевременную реализацию. Особое внимание я прошу уделить вовлечению жителей в принятие проектных решений, в общественный контроль, чтобы в первую очередь были учтены реальные запросы людей. Мы, конечно же, продолжим работу по улучшению условий жизни селян. Основу здесь составят долгосрочные планы развития 48 опорных сел по линии программы комплексного развития сельских территорий. Обращаюсь к главам муниципальных образований. Я прошу ускориться и завершить разработку планов развития в кратчайшие сроки. При этом, конечно же, я прошу обратить внимание на качество планирования. Правительству Республики необходимо определить приоритеты строительства объектов до 2030 года именно с учетом перспективы развития конкретных сельских территорий. Дороговизна товаров и топлива, высокие тарифы на тепло и свет, способность свести на нет все действия по повышению уровня жизни, поэтому сокращение расходов на доставку грузов всегда остается приоритетной задачей правительства. В этом году, благодаря решению президента России, доведен до логического завершения совместный многолетний труд по законодательному решению вопросов северного завоза грузов. Специальный федеральный закон позволит повысить надежность и прозрачность поставок, сформировать комплексную систему управления северным завозом, основанную на цифровых технологиях и принципах эффективного распределения полномочий. Все это должно базироваться на разветвленной транспортно-логистической инфраструктуре доставки грузов. Жители Арктики уже ощутили позитивные изменения с созданием семи торгово-логистических центров, которые являются важным звеном опорной сети северного завоза. На днях будет введен центр «Жиганский», а до конца 2025 года они появятся во всех 13 арктийских районах. Перед нами также стоит задача реновации речного флота, который еще многие десятилетия будет безальтернативным видом транспорта для большей части республики. Новые речные суда должны строиться на Жатайской судоверфи. Я прошу правительства республики с учетом поручения президента страны обеспечить ввод первого этапа судоверфи до конца 2024 года. Существенную роль в экономии топлива также оказывают новые гибридные энергокомплексы в труднодоступных местах республики. Действующие шесть энергокомплексов уже сэкономили свыше 1300 тонн дизельного топлива. В следующем году планируется ввести еще семь гибридных станций в Тампонском, Аймеконском и Алёкминском улусах. Всего в республике их должно быть построено 72. Реализация этого инновационного проекта, кроме экономии топлива, значительно снижает негативные влияния на экологию Арктики. В целом, практически все новые инициативы в Арктике связаны с повесткой устойчивого развития. Это и атомная генерация, использование ветровой, солнечной энергии, это и модернизация нефтебазового хозяйства и генеральная уборка Арктики. В этом году в рамках национального проекта «Экология» завершена ликвидация самого опасного объекта накопленного вреда в республике – хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе. Потенциал новых инвестиционных проектов на территории Якутии повышает риски роста антропогенной нагрузки на природу. Поэтому наша позиция во взаимодействии с недропользователями остается прежней. Это безусловный приоритет экологии на принципах ответственного отношения к природе и местным сообществам. Большинство крупных недропользователей стремятся к повышению своего рейтинга ответственного бизнеса и ежегодно увеличивают экологические и социальные инвестиции. Считаю необходимым распространить этот опыт и на средние и малые предприятия, которые зачастую, к сожалению, выпадают из поля зрения назовных органов. Уважаемые коллеги, на нашей северной земле благополучие людей напрямую зависит от условий жизни. Поэтому упор на привлечение инвестиций в строительство жилья, автодорог, газификацию, благоустройство сел и городов – это наш безусловный приоритет. Здесь я хочу подчеркнуть, что темпы решения, копившихся многими десятилетиями проблем, кратно возросли благодаря инициативам президента России Владимира Владимировича Путина по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. С 2018 года в рамках государственных программ и национальных проектов в республику вложено более 400 миллиардов рублей федеральных средств. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить наших коллег из территориальных органов федеральной власти надзорных органов за взаимодействие в реализации национальных проектов, федеральных и республиканских государственных программ. Совместная работа по контролю эффективного и своевременного использования ресурсов для достижения национальных целей развития должна быть продолжена. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» мы держим высокие темпы дорожного строительства. В этом году введено более 415 километров новых дорог, а всего с 2018 года реконструировано свыше 3000 километров. В наступающем году завершится реконструкция автодороги «Умнас» до Владимировки, будет полностью отремонтирован участок этой дороги, который проходит по городу Алёкминск. В столице четырехполосная дорога от аэропорта соединится с отремонтированной дорогой нам, ведущей на Усхатым. В Мегано-Кангаласском и Амгинском улусах начнутся долгожданные работы по автодороге «Амга». Пятидесятым мостом, построенным в республике за пять лет, стал новый мост через реку Ньюи в Ленском районе, который открылся 7 ноября. В следующие пять лет должно быть построено еще 50 новых мостов через реки Якутии. Прошу правительству республики обратить особое внимание на продолжение национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Главой государства поставлена задача привести к 2030 году нормативное состояние не менее 85% дорожной сети дальневосточных городских агломераций с населением свыше 20 тысяч человек. Необходимо совместно с главами Нюрнгринского, Мирненского, Ленского и Алданского районов подготовить план дорожных работ, начать проектирование и определить технические решения, синхризовав их с планами развития городов. В этом году продолжилась реконструкция аэропортов республики. В начале октября завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, которая длилась долгих 8 лет. Завершены работы по аэропортам Вилюйска, Уснеры, Сангара и Хандыни. 15 ноября принял первый рейс обновленный аэропорт Черского, самый дальний от Якутска. Завтра долгожданное и радостное событие предстоит у нас в Южной Якутии. Открывается новый аэровокзальный комплекс города Нюрнгрин. В 2024 году должна завершиться реконструкция аэропортов Полярный, Алёкминск и строительство нового аэропортового комплекса Мирно. Перечистить введенные объекты можно очень быстро, но за этим стоит огромный труд и огромные ресурсы. Но важнее всего это радость людей, которые вместо ветких аэропортов построенных более полувека назад, когда они видят современные здания аэровокзалов, удобные и безопасные условия для перелетов. Отмечу, что в этом году жители Арктики приобрели 35 тысяч авиабилетов по субсидированным тарифам. Это в 8 раз больше, чем в 2021 году, когда таких тарифов у нас не было. Эта практика обязательно должна быть продолжена и дальше в полном объеме. Понимая, как меняется к лучшему жизнь людей с приходом газа, мы принципиально подходим к вопросу дальнейшей газификации республики. Крупнейший наш проект – это строительство магистрального газопровода Кызыл-Сыр-Мостах длиной 84 километра. На сегодня уже сварено 72 километра трубы. В наступающем году газопровод будет введен и решится многолетняя проблема энергетической безопасности столицы и всей центральной Якутии, где живет более 450 тысяч человек. В этом году началась практическая реализация, совместная с «Газпромом», программы газификации Алданского, Ленского, Нерунгринского и Аллютманского районов. К 28-му году здесь будет газифицировано более 30 населенных пунктов. В этом году также запущены новые межпоселковые газопроводы в Илюйском, Чуропчинском, Горном, Мегано-Кангаласском улусах. Мы занимаем первое место на Дальнем Востоке по социальной газификации. Работа у нас идет в опережающем ритме. В этом году компания «Сахатранснефтегаз» построила более 240 километров газовых сетей. «Газ» запущен в 2800 домов якутян со значительным перевыполнением плана. В перспективе до 2030 года бесплатная газификация еще более 15 тысяч домовладений. На днях «Сахатранснефтегаз» отметил свое 20-летие, и я уверен, что компания с честью продолжит славные традиции газовиков Якутии. Завершена реконструкция якутского газоперерабатывающего завоза. Что позволило существенно увеличить выработку сжиженного углеродного газа для обеспечения потребностей растущего рынка газомоторного топлива, а это приоритет для газовой отрасли. Субсидирование перехода на газомоторное топливо и приобретение передвижных автозаправочных станций продолжается из госбюджета республики. Впервые в этом году для республики были предусмотрены и федеральные средства на эти цели. Работа здесь идет, и 15 декабря «Сахатнефтегаз-сбыт» открыл в Якутске новую станцию по переводу грузового и легкового автотранспорта на газомоторное топливо. Тем не менее, темпы перевода, темпы развития газозаправочной инфраструктуры я считаю низкими. Поэтому на предстоящий год ставлю задачу перевода на газ не менее 500 транспортных средств, прежде всего государственных и муниципальных учреждений. В целом, предстоящие 5 лет надо перевести на газ не менее 4000 единиц техники. Это даст экономию свыше 1,2 млрд рублей. Ускоренными темпами надо выходить на строительство завода СПГ и сети газозаправочных станций. Уменьшать зависимость от привозного топлива за счет якутского газа – это реальная возможность снизить без конца растущие цены на топливо. В одном из моих первых посланий мне приходилось говорить о проседании темпов строительства жилья в республике. Так, в 2018 году было введено 530 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас темпы растут. По итогам 2023 года мы ожидаем 650 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие годы жилищное строительство будет серьезно возрастать. В первую очередь за счет проектов комплексного развития территорий и за счет ликвидации аварийного жилого фонда. По поручению президента России к 2030 году в Якутске должно быть полностью ликвидировано аварийное жилье, признано таким на 1 сентября 2023 года. Это свыше тысячи аварийных домов, из которых в новые квартиры переселятся более 40 тысяч гаража. До 1 апреля 2024 года план график расселения должен быть полностью сформирован, и для меры Якутска, конечно же, это и является важнейшей задачей. Предстоит очень серьезная работа, которая потребует консолидации всего строительного и логистического комплекса, привлечения трудовых кадров и работы жителей. За последние годы такой опыт у нас наработан. Республика реализует самую масштабную в стране программу расселения аварийного жилья. С начала программы мы идем с опережением планов. Построено уже 204 многоквартирных дома. Строится еще 128, которые должны быть сданы к 1 сентября 2025 года. Эту задачу мы обязаны выполнить, несмотря ни на какие трудности. Недавно я был в селе Рюнхая на берегу Северного Ледовитого океана, где ввели уже пятый дом, построенный в Аннабарском улусе для переселенцев. За людей было радостно вдвойне, ведь в Арктике у нас десятилетиями не строились новые дома. А с 2020 года в арктийских районах под расселение построено уже 23 многоквартирных дома, а всего их будет введено 66. В этом году стартовала также программа «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». В рамках программы в нашей республике планируется фонд 850 арендных квартир. Первые такие квартиры появятся уже в следующем году в Якутске и Алдане. Бывая в районах республики, я также вижу, с каким энтузиазмом жители участвуют в разработке проектов благоустройства, с какой радостью встречают открытие новых общественных пространств, созданных с искренней любовью к своей малой родине. В 2023 году в 34 муниципальных образованиях благоустроено 93 объекта. Это парки, площади, набережные, зоны отдыха, пешеходные улицы. Это дворы в рамках проекта «Тысяча дворов Дальнего Востока». В целом почти 3 миллиарда рублей в этом году направлено на благоустройство городов и сел. Наша республика стала лидером дальневосточного этапа всероссийского конкурса проектов «Комфортной городской среды» этого года. 10 муниципалитетов Якутии привлекли на реализацию своих проектов 900 миллионов рублей из федерального бюджета. И в 2024 году по этим проектам будут строиться крупные общественные пространства в 9 районных центрах и в городском округе Жатай. Уважаемые коллеги, экономический рост, развитие промышленности, надежность инфраструктуры – это основа основ для повышения качества жизни в республике. И все это достигается трудом якутян. 23-й год у нас проходил под знаком Года труда, объявленного именно для укрепления в обществе уважения к труду, как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего. В Год труда нам удалось поднять широкое движение по всей республике, направленное на чествование передовиков производства, трудовых династий, высококлассных мастеров своего дела. Большой отклик получила премия «Человек труда», которая была вручена в канун 1 мая 50 лучшим трудающимся. Сегодня в этом зале находятся труженики разных отраслей из числа лауреатов премии. Токарь, ремонтно-производственная база «Колмара» Бруев Игорь Александрович, машинист-эскаватор «Ахангалаская филиала» Рик Автодор Сергей Анатольевич Серых, медицинская сестра Капитоновского дома-интерната Власова Галина Александровна. В их лице я хочу от всей души поблагодарить всех тружеников Якутии, всех ветеранов, кто своим трудом внес и вносит огромный вклад в благосостояние нашей родной Якутии. Мы и дальше будем укреплять в обществе почетное отношение к труду, укреплять институт наставничества, преемственность трудовых традиций. Поддерживая такое движение, я принял решение, что премия «Человек труда» станет нашей республике ежегодной. В год труда мы сделали шаги по восстановлению справедливости в оплате труда квалифицированных работников бюджетной сферы. Мы не только повысили их заработную плату на индекс роста минимальных гарантий оплаты труда, но и приняли для 24 тысяч работников отдельное решение по повышению их зарплаты. Я поручаю правительству в наступающем году продолжить работу по обеспечению справедливой оплаты труда в республике, в том числе с учетом значительного роста минимального размера оплаты труда. В 2023 году достиг исторического минимума 5,6% уровень безработицы в Якутии. Это связано в первую очередь с ростом рабочих мест в производственных отраслях, в которых занято уже более 150 тысяч якутиан. С начала этого года по проекту «Местные кадры в промышленность» устроилось на работу 8,5 тысяч жителей республики, в том числе 5 тысяч молодых специалистов и 2 тысячи селян. Тем не менее спрос на трудовые кадры растет. На сегодня заявлено 11 тысяч вакансий в добывающих компаниях, в строительстве, в дорожно-транспортной отрасли. Считаю, что назрела необходимость объединить ресурсы бизнеса, общества и властей для формирования единой экосистемы трудового потенциала республики, чтобы отвечать на новые вызовы, эффективно развивая рынок труда. Прошу правительства проработать этот вопрос в комплексе, от модернизации центров занятости в районах до создания единой профориентационной системы, включающей все направления и формы работы с человеком на всех этапах жизни, начиная с раннего детства. Также прошу уже в будущем году запустить работу рекрутингового центра для выпускников колледжей и вузов с централизацией данных о вакансиях на единой цифровой платформе. Отдельным поручением я ставлю задачу поддерживать работодателей, которые создают рабочие места для участников специальной военной операции и для людей с инвалидностью. Развивая рынок труда, первое, к чему мы должны стремиться, это чтобы в нашей Якутии, которая вносит немалый вклад в благосостояние всей страны, не было бедности. Указ о мерах по борьбе с бедностью я подписал первым после вступления в должность главы республики на второй срок. За пять предыдущих лет из зоны бедности в республике выведены 34 тысячи человек. Уровень бедности у нас сократился с 19,6% до 15,6%. По скорости снижения это один из лучших результатов в стране. Но этого недостаточно. Сейчас я ставлю задачу удвоить темпы. Это значит, что в предстоящие пять лет не менее 70 тысяч человек должны преодолеть черту бедности, а уровень бедности в Якутии должен сократиться минимум наполовину. Каждый, кто в силу жизненных обстоятельств попал в зону бедности, должен получить не просто поддержку, а персонализированное сопровождение, что поможет ему и его семье обрести социальную устойчивость. Особое внимание тем согражданам, кто в силу возраста или состояния здоровья не может самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Особые подходы для жителей сел и Арктики, где объективно мало рабочих мест и меньше возможностей для предпринимательства. Уже принято первое решение, которое поможет семьям быстрее преодолевать бедность. Размер социального контракта со следующего года увеличен в два раза и составит 500 тысяч рублей. Эффективная борьба с бедностью не может базироваться только на социальной помощи. Главное, чтобы каждый трудоспособный якутянин имел возможность работать, а его зарплата была достойной. Каждый желающий должен иметь возможность открыть свое дело с опорой на эффективные меры государственной поддержки и тем самым укреплять благосостояние своей семьи. У нас есть сегодня все возможности для этого. Наследие многовековой жизни на огромной удаленной территории дало нам ценнейший опыт самодостаточности, умения обеспечивать благосостояние своим трудом. Все больше открывается новых возможностей выбрать работу по душе, реализовать свой творческий потенциал. Чтобы дать шанс молодым работать и добиваться успеха в родной Якутии, мы целенаправленно развиваем несырьевую экономику, создаем инфраструктуру поддержки в тех отраслях, в которых видит себя сегодня молодое поколение. Кинематограф, анимация, музыка, дизайн и разработка игр. Новые возможности должны быть доступны самому широкому кругу желающих освоить востребованные навыки. Для этого, например, мы совместно со Сбером в этом году открыли первую на Дальнем Востоке школу 21. Новый кампус откроет доступное и качественное образование в сфере IT-технологий для всех жителей Якутии. При этом, конечно же, мы не будем ограничиваться только якутским. В этом году в 12 муниципальных IT-центрах начато обучение программированию и дизайну. Совместные образовательные проекты с ведущими компаниями страны смогут сделать обучение еще доступнее и окажут помощь трудоустройстве на местах. Необходимо масштабировать такие инициативы и увеличивать количество IT-центров в муниципальных районах. В этом году стартовал один из самых амбициозных проектов Якутии. Это проект «Синергия Арктика», который мы реализуем совместно с Минцифрой России. На сегодня уже полностью оцифрованы два арктических улуса – это Аннабарский и Оленевский. До конца года оптоволокно придет в Жиганск, а за четыре года скоростные линии связи должны дойти до каждого арктического районного центра. Уверен, мы сможем полностью реализовать этот проект и практически откроем новый мир безграничных возможностей для жителей Арктики. В Якутии работают десятки кинокомпаний и творческих коллективов, благодаря которым о якутском кино сегодня узнала вся страна, да можно сказать и весь мир. Президент России поручил создать якутский кинопавильон полного цикла. И мы сформируем многофункциональный кинотехнологический центр, как ядро киноиндустрии, анимации и цифрового контента не только Республики Саха-Якутия, но и всего Дальнего Востока. Значение собственного качественного цифрового контента для укрепления семейных ценностей, сохранения национальной идентичности, развития языков будет только расти. И здесь крайне важно занимать активную позицию и действовать на опережение. Необходимо ускоряться и в создании высокотехнологичных отраслей, востребованных для Республики. Огромная территория Якутии требует новых логистических решений, эффективного мониторинга и управления. Изменить привычные процессы способны беспилотные авиационные системы. В Якутске уже начато производство беспилотных летательных аппаратов, и, что не менее важно, ведется подготовка специалистов. Я прошу правительства Республики включиться в новый национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Надо начать их активное внедрение в реальном секторе экономики, мониторинге лесных пожаров, наводнений, доставке грузов. Для развития несуревого сектора экономики мы сформировали не имеющую аналога в стране инфраструктуру поддержки. Фонд развития и инноваций для поддержки молодых компаний, IT-парк для продвижения высоких технологий, кластер «Квартал труда» для роста креативных индустрий, территорию опережающего развитие Якутия и Южная Якутия, Фонд развития промышленности и предпринимательства, «Алмаз-Эргенбан» для поддержки инвестпроектов и многое другое. Пришло время, когда созданная инфраструктура привлечения инвестиций и поддержки бизнеса должна выполнить свое главное предназначение. Это запуск новых производств и их вывод на российские и международные рынки. Я прошу правительства республики обеспечить эффективность деятельности институтов развития. Главный итог их работы должен быть приток инвестиций в экономику Якутии. Оценивать результат нужно не по количеству проведенных встреч или консультаций, а по реализованным бизнес-идеям, созданным и сохраненным рабочим местам. Мы много говорим о местном производстве, но реальные шаги начали делать только сейчас. С принятием специального закона начинают создаваться территории развития местного производства, которые будут пользоваться инвестиционной, налоговой и административной поддержкой. Первые две из них – в Хангаласском и Горном Улусах, где имеется необходимая энергетическая транспортная инфраструктура, будут развивать производство пищевой продукции, туризм, придорожный сервис, беспилотные технологии и металлообработку. Я ставлю задачу в течение пяти лет создать не менее 15 территорий развития местного производства. При этом важно не их количество само по себе, а новые высокопроизводительные рабочие места и обеспечение якутян местной продукцией. В первую очередь, конечно же, это собственные продукты питания. Сельское хозяйство всегда находится в зоне моего особого внимания. От его развития зависит благополучие не только селян, но и обеспечение качественными продуктами, а значит и здоровье жителей всей Якутии. В этом году финансирование сельского хозяйства достигло 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд. С 1 января будущего года, по моему поручению, будут увеличены ставки субсидий на 1 килограмм молока до 65 рублей, на содержание маточного поголовья личным подсобным хозяйством до 39 тысяч рублей, а в арктийских районах до 45 тысяч рублей. Также возрастут ставки и на зерновые культуры и овощи, которые не менялись в последние годы. Сельское хозяйство в новых условиях должно технологически обновиться. Необходимо сформировать сельскохозяйственный каркас из крупных устойчивых предприятий с новыми производственными мощностями, которые будут обеспечивать не менее 60% всей валовой продукции сельского хозяйства. Надо также внедрять новые инструменты обеспечения качественными продуктами детских садов, школ, больниц, социальных учреждений. Доля местных продуктов государственных закупков здесь должна быть не менее 25%, а муниципальных – до 50%. Я прошу правительства республики уже в следующем году приступить к реализации инвестиционных проектов на основе офсетных контрактов. Гарантированный сбыт продукции и услуг расширит ниши для организации новых производств, создаст новые рабочие места, в том числе и сельских территориях. Нужно добиваться, чтобы продукция и услуги местных компаний отвечали растущему спросу и потребностям людей. Для этого необходима высокая квалификация кадров, повышение производительности труда, ускоренное внедрение разработок и открытий якутской науки. Я прошу Академию наук республики внести предложение по созданию новых биотехнологических продуктов в сфере медицины, косметологии, пищевой промышленности, ветеринарии, по внедрению наукоемких технологий в агропромышленный комплекс. Обладая огромным потенциалом развития туризма, к сожалению, Якутия остается пока недоступной для большинства желающих посетить ее. Большую роль в этом играют объективные факторы. Вместе с тем, в наших силах стимулировать туристический поток, создавать комфортные места отдыха, повышать качество обслуживания, предлагать уникальные маршруты, которые будут интересны и для внутреннего, и внешнего туризма. Пора переходить к практическому этапу модернизации международного терминала аэропорта Якутск и строительству гостиниц в столице республики. Поручие правительству республики поручено разработать новую стратегию развития туризма и внедрить комплексное мастер-планирование размещения объектов туристической инфраструктуры в республике. Я прошу не затягивать с подготовкой и с участием представителей бизнеса внести взвешенные предложения до конца первого квартала следующего года. В пандемийные годы мы приняли решение по беспрецедентному снижению налогов для малого бизнеса. И сейчас у нас налоговые ставки остаются одними из самых низких в стране. Я хочу искренне поблагодарить предпринимателей, которые в крайне непростых условиях продолжают расширять свой бизнес. Инвестиции в основной капитал несырьевого сектора Якутии увеличились в этом году на четверть. Надо и дальше ломать административные барьеры, сокращать инвестиционный цикл, упрощать решения земельных вопросов, оцифровывать процессы, чтобы предприниматели еще быстрее и надежнее развивали свой бизнес. Надо защищать их от любого давления, освобождать от излишнего неоправданного контроля и проверок. Еще раз повторю, у каждого должна быть возможность при желании открыть свое дело, получать с него доход и тем самым укреплять благополучие своей семье и в целом всего нашего общества. Также мы не должны забывать о минимизации рисков бедности и неблагополучия как таковых. Думая о детях и их будущем, надо работать над формированием ответственного отношения к собственному благосостоянию, достигаемого, конечно же, трудом и деловой активностью. В этом смысле особое внимание должно быть уделено семье. Именно в семье мы получаем самый первый жизненный опыт и ценные навыки. Именно семья прививает ребенку уважение к труду. Понимание огромной роли семьи в воспитании каждого человека и в развитии всего общества – это основа семейной политики в нашей республике, направленная на сохранение традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи. В Якутии этот курс был заложен Михаилом Ефимовичем Николаевым. В этом году мы проводили в последний путь нашего первого президента, человека, которого бесконечно уважал и любил весь многонациональный народ Якутии. Нам еще предстоит осмыслить все и что он сделал для Якутии, для всей нашей страны. Это, конечно же, сделает история, сделают будущие поколения, в счастье которых он искренне верил. 13 ноября я подписал указ об увековечении памяти первого президента, основанный на предложениях общественности. Так, например, в Аптемцах будет создан мемориальный комплекс Михаила Ефимовича Николаева, а также научно-технологический кластер «Ленский край». Улица Автодорожная в Якутске будет переименована в проспект Михаила Николаева, который станет магистральной осью развития столицы в южном направлении. Убежден, что лучшей нашей благодарностью нашему первому президенту будет продолжение дела его жизни, воплощение его идей, его веры в счастье всех семей Якутии. Именно поэтому все мы с воодушевлением встретили решение президента России Владимира Владимировича Путина об объявлении 2024 года годом семьи. Многодетная российская крепкая семья должна стать важным, ценностным ориентиром. Такую задачу ставит президент, и я уверен, что лучшие традиции и практики Якутии по поддержке семьи могут стать примером для всей страны. Сегодня в нашей республике 34 тысячи многодетных семей. В них растет более 118 тысяч детей. И если оценить поддержку материнства и детства в финансовом выражении, то за прошедшие 5 лет его общий объем вырос более чем в 7 раз, до 27 миллиардов рублей. Наряду с федеральными мерами мы расширяем поддержку семей со стороны республики. Так, введенный в год матери, в год векового юбилея республики целевой капитал дети столетия мы продлили на 5 лет. В 2024 году его размер с индексацией составит уже более 110 тысяч рублей. С 1 января в 2 раза до 300 тысяч рублей увеличится размер республиканского материнского капитала семья. А молодые люди в возрасте до 25 лет, вступая в брак, будут получать 50 тысяч рублей от родной республики. В наступающем году в дополнение к уже принятым решениям будут увеличены вознаграждения приемного родителя, воспитывающего несколько детей. Наша общая задача, чтобы все дети в Якутии жили в тепле семьи, чтобы с каждым годом как можно меньше детей оставалось в детских учреждениях. Важнейшее направление это профилактика семейного неблагополучия. Мы взяли курс на создание в республике семейных многофункциональных центров, в которые по принципу одного окна смогут обращаться семьи для решения жизненных вопросов. Семейный МФЦ заработал в Намском Улусе, в следующем году откроются такие же центры в Чурабче и в Якутске. Считаю, что все эти меры позволят повысить общий уровень социального самочувствия семьи в республике, поддержат их желание рожать и воспитывать детей в любви и заботе. Очень важно поддерживать традиционные для Якутии многопоколенные семьи, поддерживать людей в желании узнавать свои корни, историю своих семей, из которых складывается история Родины. Думаю, такое стремление заслуживает внимания и всяческой поддержки. Также мы обязаны поддерживать активное долголетие нашего старшего поколения. Большое счастье, что у нас в республике есть немало долгожителей, есть среди них те, кто уже отметил свой вековой юбилей. Самыми старейшими жительницами республики Ульяне Егоровне Пермяковой из Мелина-Кангаласского луса и Просковье Петровне Яковлево из Татинского луса уже по 103 года. Давайте все вместе пожелаем им крепкого здоровья, счастья и долголетия. Они для всех нас большая гордость и пример жизнелюбия. Я уже говорил, что в этом году продолжительность жизни у нас впервые сравнялась со среднероссийской. Сейчас мы ставим задачу, чтобы в ближайшие годы продолжительность жизни в республике возросла до 78 лет, в ближайшие 5 лет, а к 30 году Якутия должна вступить в клуб регионов, где средняя продолжительность жизни будет более 80 лет. Для этого будем и дальше развивать геретрическую службу и здравоохранение. Большие изменения произойдут в социальной сфере. Месяц назад в Намцах открылся современный дом-интернат, где прорабатываются новые формы поддержки активного долголетия для жителей республики. По итогам встречи с ветеранами я поручил правительству также проработать возможность создания центра активного долголетия в городе Якутске. Со следующего года будем вредить механизмы софинансирования муниципальных проектов, направленных на создание досуговых центров, летних оздоровительных лагерей для пожилых людей. В тех местах, где ветераны смогут общаться, проводить совместное время. Возможность вести полнокровную жизнь, заниматься любимыми увлечениями, путешествовать и даже учиться – все это может и должно быть доступно для якутян старшего возраста. Дорогие друзья, в 2025 году мы будем отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата и память о бессмертном подвиге нашего народа должна еще крепче объединить нас всех от мала до велика. Я прошу правительства, органы местного самоуправления активнее вести подготовку к Великому празднику, беря во внимание все самое важное – и заботу о ветеранах, поисковую работу, благоустройство мемориалов и, конечно же, участие всех якутян в сохранении исторической правды наследия старшего поколения. С 2021 года мы объявили в Республике десятилетие здоровья, поставив цель добиться за эти годы коренных перемен в укреплении общественного здоровья, формировании ответственного отношения каждого человека к своему здоровью, восприятию культуры, здорового образа жизни как нормы для всех. Первая, безусловно, важнейшая наша задача – это доступность качественной медицины для каждого жителя Республики. Делается для этого немало. Развитие инфраструктуры здравоохранения идет темпами, каких у нас никогда еще не было. И это поднимает на новый уровень медицинской помощи особенности для сельских жителей. 29 ноября с участием президента России мы открыли поликлинику в Итекюле. Это один из 14 крупных медицинских объектов в сельских районах Республики, которые строятся по федеральной программе модернизации первичного звена до 2026 года. Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием, в том числе 16-срезовым компьютерным томографом. Такой аппарат в сельской больнице, да и не то, что в сельской, в любой городской больнице, еще недавно казался фантастикой. Кроме Татинской поликлиники в ближайшее время у нас завершается строительство больничных комплексов в Чурабче и в Хануму Омского Улуса. В будущем году ожидается ввод комплекса с поликлиникой в Усть-Мае и больницы в селе Ольгей-Сунтарского Улуса. С вводом в 2025 году будут строиться поликлиники в Амге, лечебные корпуса в Вилюйске, Нижнем Бестяхе, в Намцах, Нюрбе, Верхневилюйске и больничный комплекс в Мае. Все новые больницы будут оснащаться современным оборудованием и, конечно, ни в чем не будут уступать и городским клиникам. Завершается строительство онкологического центра, который вместе с Национальным центром медицины и Кардиососудистым центром составит ядро высокотехнологичной медицины, республики. Это станет огромным шагом в борьбе с этой страшной болезнью. Якутяне смогут проходить глубокую диагностику и самое современное лечение дома, не выезжая в другие города. Многолетняя проблема – это доступность медицинской помощи жителям Арктики. Стандартными методами ее не решить, поэтому в этом году мы запустили новую модель арктической медицины. В январе был создан региональный центр мобильных бригад, который на сегодня уже охватили 89 поселков арктической зоны. Врачи осмотрели свыше 33 тысяч человек. Это больше половины жителей Арктики. Выявлено более 67 тысяч заболеваний, более 16 тысяч из них у детей. 6 тысяч человек взяты на диспансерное наблюдение, направлены на углубленные исследования. Мне много пишут жители нашей Арктики, что этот замечательный проект должен обязательно продолжаться. Поэтому с будущего года проект будет развиваться и дальше, уже на лечение выявленных больных, на улучшение качества здоровья северян. Для этого мобильные бригады будут оснащаться лечебно-диагностической инфраструктурой, транспортом и связью. Также я поручаю расширить работу мобильных бригад во всех отдаленных трудностопных местах республики, усилить узкими специалистами с возможностью проведения экспресс-диагностики и оказания специализированной медицинской помощи. Сейчас мы актуализируем принятый в 2021 году указ об общественном здравоохранении. Ключевой стратегией развития здравоохранения становится перенос фокуса с лечения на сбережение и укрепление здоровья, переход к профилактической и персонализированной медицине. Идет работа над созданием квартала здоровья на базе Национального центра медицины для разработки и внедрения здоровья сберегающих технологий в экстремальных условиях севера. С учетом этнического многообразия Якутии, включая коренные и малочисленные народы севера, большое внимание уделяется генетике. В этом году в Национальном центре медицины открыт Центр мозга и нейрогенетики. Продолжается работа по созданию Национального биобанка, готовятся кадры, идет цифровизация и медико-генетическая служба. Уже сегодня ведется скрининг на носительство наследственных заболеваний и наблюдается почти 3000 человек. В числе задач технологическое перевооружение и цифровизация здравоохранения. И, конечно, ориентированность медицины на человека, профессиональный рост медиков, улучшение условий их труда. Каждое вложенное усилие в укрепление общественного здоровья многократно окупается снижением нагрузки на систему здравоохранения и, конечно же, долгой здоровья и жизнью людей. Именно такой баланс мы видим в качестве стратегической цели, ставив во главу безусловную ценность здоровья каждого жителя нашей Якутии. Идет работа над определением пятилетних приоритетов, направленных на достижение нового качества единой системы образования республики в партнерстве с наукой, с реальным сектором и гражданским обществом. Главным фокусом будет подготовка каждого юного жителя республики к взрослой жизни, как гражданина и профессионала, способного добиваться личного успеха и вносить свой вклад в благосостояние и развитие всего общества. Последние годы мы сделали настоящий рывок в развитии инфраструктуры образования. В новые школы и детские сады пошли более 33 тысяч детей. Завершился капитальный ремонт 57 школ в 26 муниципальных районах и в городе Якутске. В этом году введены 6 детских садов и 14 школ, в том числе крупнейшая в республике школа квартали Прометей Якутске и самая большая школа сельской местности в Бердегистях и Горного Улуса. Людей очень радует, что каждый новый садик или школа по-своему уникальна, с неповторимым дизайном и современным оснащением. При этом хочу обратить внимание на то, что есть случаи переноса ввода объектов и предупреждаю, что допускать такое больше нельзя, даже если причины срывов кажутся вполне себе объективными. Тем более, что на будущий год план у нас еще более амбициозный. Мы должны ввести 6 новых детских садов и 18 школ. Мы начали работу по развитию инфраструктуры профтехобразования. Стартовала 5-летняя программа модернизации 25 колледжей. Началась работа по созданию 46 современных учебно-производственных мастерских. Открылся образовательно-производственный центр горнодобывающей отрасли на базе Южно-Якутского технологического колледжа с федеральным финансированием 100 миллионов рублей. Я уверен, что реальные преобразования инфраструктуры должны нас приближать к главной цели – доступности качественного образования для каждого юного жителя республики. Более того, возможность повышения квалификации, переподготовки или получения новой профессии должна быть у каждого жителя республики в любом возрасте. В школах мы должны перестать оценивать качество образования исключительно по результатам ЕГЭ. Образовательные учреждения не могут работать только для хороших отметок. Единая, и это я подчеркиваю, единая система образования республики от детских садов до университетов должна работать на опережение с ориентиром на новую экономику, на новое качество жизни. В этой единой системе для каждого должна быть построена личная траектория развития до выбора и освоения профессии, востребованной на рынке труда. Необходима система сопровождения молодого человека уже после выпуска из школы, колледжа или вуза. Только таким образом можно оценить эффективность его обучения и вклад образовательной системы в реальную экономику или в социальную сферу. Именно в таком ключе мы должны перестраивать всю систему образования. Для успеха в каждом сегменте экономики в каждой отрасли необходима сегодня высокая квалификация. Именно поэтому в школах, в техникумах, в институтах надо широко вынуждать бизнес-образование, технологическое и творческое направление. Подготовку кадров надо активнее перестраивать под запросы экономики. Наши ведущие вузы, наш флагман Северо-Восточный Федеральный Университет имени Максима Кировича Амосова должны возглавить эту перестройку, интегрировать свою экосистему, школы и колледжи республики. В числе приоритетных проектов по развитию инновационной образовательной среды, конечно же, создание межвузовского кампуса на базе Северо-Восточного Федерального Университета и научно-технологического кластера «Альянский край» с технопарком в селе Актемцы. Эти центры должны стать местом вовлечения молодых якутян в сферу передовых научных исследований, разработки и испытания современных технологий. Конечно же, качество образования напрямую зависит от качества педагогического труда, от мастерства учителя. Вместе с развитием материальной базы надо совершенствовать систему управления сферой образования, преодолевать засилие, отчетности учителей и преподавателей, дать им возможность заниматься своим прямым призванием – учить и воспитывать подрастающее поколение. Я считаю неэффективным попытки добиться качества образования за счет увеличения административного звена учебных заведений. Наоборот, многие процессы можно и нужно централизовать, и не только обеспечивающие такие, как бухгалтерия или закупки. Я прошу правительства совместно с муниципалитетами начать в 2024 году работу по созданию образовательных комплексов с единым управленческим аппаратом. Такой подход может быть эффективным и в Якутске, и в других городах и крупных районных центрах республики. Прежде всего, необходимо решить проблему нехватки педагогов, а она есть сегодня практически во всех районах. Надо принимать комплексные решения со стороны республиканских и муниципальных органов власти, начиная с целевой подготовки педагогических кадров до создания жилищных условий на местах. Необходимо продолжить проект «Учитель Арктики», по которому с 2020 года в арктические улусы приехали работать 180 педагогов. Также надо расширять адресную помощь, введенную в этом году молодым специалистам, заключившим договор для работы в государственных и муниципальных образовательных организациях. Надо выправлять ситуацию с низкими зарплатами начинающих учителей. Об этом я уже говорил на Взгустовском совещании и сегодня поручаю правительству республики в течение следующего года решить вопрос по увеличению до 75% надбавки молодым специалистам с педагогическим стажем до 3 лет. Уверен, что надо поддерживать мотивацию педагогов и в моральном плане, признавая их важнейшую роль в развитии всего общества. В год педагога и наставника мы постарались поднять внимание общества и значимости статуса педагога, преемственности, традиции и образования. Тысячи и тысячи якутян обратились к своим учителям, к своим преподавателям, мастерам со словами благодарности и уважения. Немало ребят задумалось и о выборе профессии педагога. Сегодня я пригласил в этот зал своего учителя, наставника Виктора Филипповича Потапова, первого народного учителя Российской Федерации из Республики. А также Вячеслава Даниловича и Мирона Мироновича Окарковых, представителей уникальной педагогической династии с общим стажем более двух тысяч лет. В вашем лице, уважаемые учителя, педагоги, я благодарю всех якутян, посвятивших себя воспитанию подрастающего поколения Якутии. Уважаемые друзья, мы всегда должны помнить об огромном влиянии системы образования на нравственное состояние общества. Особенно это важно сейчас, когда наша страна переживает переломное время, борется за свою свободу. Патриотическое воспитание молодых, их духовно-нравственное формирование – это не просто важная целевая задача. Это, по большому счету, залог будущности нашего Отечества. В Республике развернута большая работа в сфере патриотического воспитания. В ней участвуют все органы власти, общественные объединения, такие как региональные отделения юнармии, волонтеры победы, движения первых и многие другие. В 2024 году при поддержке Юрия Петровича Трутнева должно открыться республиканское отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания воин. Наша молодежь показывает свой высокий патриотический настрой. Именно те молодые люди, которые до специальной военной операции мы называли детьми, мальчиками, сегодня встали на защиту нашей Родины. На их примере, на примере всех, кто считает своим долгом, трудом, волонтерством приближать победу, нам надо воспитывать юное поколение. Я в этой связи поручаю правительству ускорить создание молодежного центра «Патриот», миссией которого будет координация всех форматов патриотического воспитания, развитие добровольчества, информационного сопровождения работы с молодежью. Также на Первом антифашистском форуме в Якутске я дал поручение правительству по созданию постоянной экспозиции, посвященной героям специальной военной операции в музейном комплексе «Россия. Моя история». В 2024 году это поручение должно быть исполнено. Воспитание патриотизма, духовно-нравственное становление общества, укрепление традиционных ценностей – это главнейшие задачи в сфере культуры. Сегодня есть большой запрос на проявление искренней любви к своей родине, к своему народу, и есть запрос на единение общества, на укрепление межнациональных отношений. Это волнует людей в наше непростое время, когда общество нуждается в твердой духовной опоре. Все это должно воплощаться в литературе, в театральном, музыкальном, художественном искусстве. При этом надо больше доверять молодым, их креативности, свежему взгляду, ориентиру на новые формы искусства, на современные инструменты для творчества. Конечно, мы должны создавать лучшие условия для приобщения якутян к культуре к высокому искусству. 2024 год в этом смысле станет по-настоящему прорывным. В районах и городах республики будут введены крупные объекты культуры. В их числе культурные комплексы в родных местах основоположников государственности республики. Максим Кирович Амосова, день рождения которого мы сегодня отмечаем, в селе Хатрык, Намского луса, Платона Алексеевича Аюнского, Черкех и Татинского луса и Сидор Никитировича Барахова, в селе Харбалах, Верхневлюйского луса. Во исполнение прямого поручения Владимира Владимировича Путина завершится строительство многофункционального центра в селе Бескёль, пострадавшего от лесного пожара в августе 2021 года. По поручению президента в Якутске также должно начаться строительство нового комплекса высшей школы музыки. И в следующем году мы должны завершить строительство артистского центра эпоса и искусств, уникального пространства северной культуры, аналогов которым сегодня в России нет. Традиции сохранения духовного наследия народов Якутии являются нашим вкладом в многонациональную культуру России. Особенно ярко мы увидели это на международном выставке в форуме «Россия на ВДНХ». Выставку уже посетило более трех миллионов человек, и экспозиции республики, наши культурные мероприятия вызывают неподдельный интерес и восхищение. И у нас есть все основания утверждать, что в повороте России на восток Якутия может в том числе стать главной опорой в продвижении российского культурного кода в восточном направлении. Бесценным даром Якутии и мировому сообществу являются международные спортивные игры «Дети Азии», основанные в 1996 году Михаилу Ефимовичем Николаевым. С 25 июня по 7 июля 2024 года мы будем принимать в Якутске восьмые летние игры «Дети Азии». Они станут крупнейшими международными спортивными событиями 2024 года в России. Наша страна подвергается огромному давлению и попыткам изоляции от мирового спортивного движения. Проведение игр «Дети Азии» подтвердит нашу открытость, приверженность олимпийским идеалам, ценностям дружбы и честной спортивной конкуренции. Все это с самого начала зарождения наших игр было их главным смыслом. И сейчас мы видим, какой высокий престиж они имеют в самых разных странах. Восьмые летние игры во многом станут рекордными. Соревнования пройдут по 24 видам спорта, будет разыграно 224 комплекта наград. Ожидается участие почти 2000 юных спортсменов из многих стран и российских регионов. Идет подготовка 16 спортивных объектов, где будут проходить соревнования. В том числе строится мунофункциональный спортивный зал в Сайсарах и спортивный комплекс в селе Хатаса. К играм должна преобразиться наша столица. Якуц должен встретить гостей чистым, цветущим и красивым. Я уверен, что все горожане будут воодушевлены возможностью сделать свой родной город лучшим местом для грандиозного праздника детства, мира и дружбы. Уверен, что Якутия на Исехе Тоймады, который пройдет в это время, представит всему миру нашу богатейшую культуру, наше гостеприимство и дружелюбие. Но прежде всего, конечно, игры «Дети Азии», ставшие уже символом открытости мира для детей, для их свободного развития в атмосфере равных возможностей, снова и снова подтвердят нашу устремленность в будущее, счастливое для новых поколений. В какие бы времена ни жил наш народ, какие бы трудности мы ни преодолевали, никогда он не терял веру в будущее, никогда не переставал заботиться о подрастающем поколении, передавая детям главные ценности – любовь к родине, уважение к знанию, к труду, достоинство и ответственность. Каждый ребенок достоин счастливого детства, тепла и любви. Каждый ребенок вправе развиваться, имея все возможности, чтобы раскрыть свой талант и свои способности. Каждый ребенок должен быть защищен от любых посягательств, от деструктивного влияния, расти в безопасности, нравственной и физической. Утверждая эти ценности и объединяя всех якутян, все наше общество в заботе о будущем, я объявляю 2024 год в нашей республике годом детства. В год детства мы укрепим в обществе бережное отношение ко всем детям, обратим внимание на каждого ребенка, объединимся, создавая вокруг них атмосферу доброжелательности и заботы. При этом, конечно же, важно не ограждать детей от реальной жизни, а растить их смелыми и инициативными, передавая им опыт и крепкие жизненные навыки. В рамках указа главы Республики об общественном здоровье особое внимание будет уделено заботе о здоровье детей. Главными направлениями станут полный охват углубленной системной диспансеризации, организация охраны здоровья в школах, витаминизация детей, снижение рисков инфекционных заболеваний, охрана психологического благополучия каждого ребенка и, конечно, создание здоровой среды и условий для их физической активности. Назрела необходимость обратить особое внимание на формирование у детей культуры здорового питания. В первую очередь, надо улучшать качество питания в детских садах и школах. Для этого необходимо введение единого стандарта обеспечения горячего питания дошкольников и школьников с преимущественным использованием местных продуктов с жестким контролем качества. В наступающем году заработает учебный центр с применением дистанционных технологий и с помощью высококвалифицированных педагогов школьники из разных районов смогут повышать качество знаний по математике, физике, биологии и химии. Чтобы мотивировать детей Якутии к достижению самого высокого уровня знаний, мною принято решение о выплатах 500 тысяч рублей победителям и 100 тысяч рублей призерам финалов Всероссийских Олимпиад школьников. Также в наступающем году необходимо обеспечить ввод круглогодичного детского центра «Полярная звезда» и «Дворца детства в Мирном». Они станут новыми центрами творческого развития юных якутян. У всех детей должны быть возможности для подготовки к взрослой жизни. Старшеклассники должны иметь возможность еще в школе получить первую профессию. Я поручаю правительству совместно с муниципалитетами организовать профессиональное обучение желающих ребят из старших классов с предоставлением специализированного образовательного сертификата на эти цели на 20 тысяч рублей на старшеклассника. Также поручаю учредить сертификат на 50 тысяч рублей для компенсации оплаты учебы в средних профессиональных учебных заведениях для выпускников школ из многодетных семей, желающих получить востребованные для Республики специальности. Думая о профессиональном будущем детей, надо уже сейчас приобщать их к труду, дать возможность самим учиться зарабатывать деньги. Правительству необходимо реализовать пилотный проект по содействию занятости подростков «Моя первая зарплата» на основе механизма социального контракта, и проект должен стартовать уже с 1 июня 2024 года. В год детства должна начаться комплексная работа по развитию инфраструктуры, летнего отдыха и занятости детей. В сельских муниципалитетах необходимо поддержать инициативу по созданию летних трудовых, экологических, спортивных вагерей. Наши дети из всех городов и районов должны лучше узнавать родную республику, знакомиться с ее достопримечательностями. Я поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом, с муниципалитетами обеспечить год детства запуск не менее 20 сертифицированных детских, экскурсионных и туристических маршрутов по Якутии. В наступающем году национальной вещательной компании САХА необходимо запустить детский телевизионный канал. Маленькие жители республики должны иметь возможность смотреть познавательные передачи на русском, якутском языках, на языках коренных народов Севера. Дети смогут смотреть на родных языках развлекательные программы, фильмы, мультфильмы, благодаря которым будут развиваться творчески, расширять свой кругозор, да и просто с хорошим настроением, с пользой проводить свой досуг. Сегодня у нас в стране действует пушкинская карта, по которой ребята с 14 до 18 лет посещают культурные мероприятия. По аналогии с ней, в год детства я поручаю начать выпуск карты юного жителя Якутии, номинала 5000 рублей. По ней школьники республики с 7 до 13 лет включительно смогут оплачивать не только культурные мероприятия, но и спортивные секции, различные развивающие программы. Уверен, что год детства даст начало многим инициативам во всех муниципальных образованиях, откроет больше возможностей детей для занятий спортом, творчеством, волонтерством. Уверен, что тысячи якутян посвятят юным жителям республики свое время, свое внимание, делясь с ними своими умениями, вовлекая в общественно полезные дела. Но главное, что каждый ребенок должен почувствовать любовь и заботу, получить ощущение своей уникальности и значимости, своей ценности не только для своей семьи, но и для всей родной Якутии. Дорогие друзья, вкладывая в наших детей все самое важное, что досталось нам наследие от многих поколений якутян, чистоту помыслов, самоотверженность и преданность Отечеству, все вместе мы будем яснее и увереннее смотреть в будущее. Я хочу привести здесь слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который он сказал на прямой линии 14 декабря. Самый большой подарок жизни – это дети. И дети наших детей. Это подарок от Всевышнего. Я уверен, что каждый из нас думает так же. И сегодня как никогда надо нам всем сплотиться ради будущего наших детей и внуков, для их счастья и родной Якутии в родной России. 24-й год станет годом судьбоносного политического события – выборов главы российского государства. Мы, якутяне, вместе со всем многонациональным народом России объединимся вокруг нашего президента. Мы глубоко ценим его внимание к жителям Якутии, его искреннюю веру в будущее нашей республики, как и в будущее всей нашей страны. Дорогие друзья, в заключение разрешите поздравить вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Уверен, что вместе мы пойдем к новым победам во имя Якутии и нашей великой России. Вместе только вперед! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 было много сказано о подготовке кадров для нашей республики, для нашего города. Причем по рабочим профессиям, среднеобразованием. Да, это здорово. Вы знаете, у нас вчера, у нас скоро состоится сессия Якутской городской думы, где мы будем рассматривать новую стратегию развития города Якутска до 2032 года. И вчера у нас состоялась встреча с главой города перед сессией, где также мы обсуждали вопрос подготовка кадров для города. И в первую очередь подготовка кадров именно рабочих профессий. Сегодня абсолютно прав, Иосиф Сергеевич, что упал престиж именно рабочих профессий. Сегодня мы в некоторых отраслях чувствуем кадровый голод. Я думаю, что наши горожане уже заметили вот эту проблему с автобусами. Она ведь связана в большой степени еще и с кадровым голосом среди водителей, конечно. И вот то, что сегодня поставлены вот такие серьезные задачи, подготовка кадров рабочих профессий, работа со средними специальными учебными заведениями. И мне очень понравилось это, наверное, возвращение вот в такое, может быть, советское время, когда у нас это было очень распространено, что первую профессию ребенок получает в школе. И азы профессии он действительно должен познать в школе. У нас сегодня в городе многие учреждения образования уже поняли это, уже ухватили вот эту вот мысль. Например, Саха Политехнический лицей. Очень проводится большая работа по ознакомлению с профессиями. Детский подростковый центр, который проводит конкурс первого профессионального мастерства для детей. Мне кажется, вот эта идея, она должна получить свое развитие в течение вот этого года, следующих лет. Потому что подготовка профессии это супер, как важно. Мы вернемся обязательно и продолжим эту беседу. Сейчас предлагаю вернуться снова в зал республики, где вот несколько минут назад глава Якутии Айсен Николаев озвучил послание госсобрания Ултумен. Там, напомню, работает мой коллега Петр Васильев. Петр, здравствуй снова. Ну что ж, как парламентарии отреагировали на новый документ? Здравствуйте, на социальном направлении. Надя, приветствую, действительно, снова здравствуй. Ну что, глава республики поручил не сбавлять темпы, набранные в прошлом году, и по многому даже преувеличить и преумножить результаты, которых мы достигли в 2023 году. Ну а о том, как парламентарии отреагировали на послание, я предлагаю пообщаться непосредственно уже с ними. Рядом со мной сейчас находится председатель госсобрания Ултумен Алексей Еремеев. Алексей Ильич, добрый день. Ну какие основные моменты послания, с точки зрения именно как парламентария, вы бы отметили для себя? Ну, во-первых, послание отличается комплексностью подхода, и оно опирается на те принятые ранее решения, которые уже реализуются на территории нашей республики. Это и касается и транспортной энергетической инфраструктуры, реализуемой в республике, это касается строительного комплекса, это касается экологической составляющей, которую еще Айсен Сергеевич подписал в виде первого указа «Преступление в должность» в 2018 году. Ну и, конечно же, нам очень импонирует то, что много внимания было обращено на социальную составляющую, потому что, опираясь на тот каркас экономики, который мы уже достигли в республике, мы можем планировать и в социальной сфере. И, конечно же, повторение с главой республики о том, что мы в течение пяти лет должны в два раза снизить людей, проживающих за чертой бедности. Если это на сегодняшний день порядка более 15%, ближе к 16%, то мы через пять лет этот уровень должны достигнуть 7-8% от общего количества населения, которое проживает. Это очень амбициозная задача, и мы, глава республики сегодня четко поставила, и правительство, и госсобрание, и муниципальные власти должны все сделать возможным, чтобы мы этой цифры, эту задачу выполнили. Алексей Ильич, ну я уверен, задачи, поставленные главой республики, сегодня обязательно в следующем году реализуются, и более того, в ближайшие несколько, я думаю, пятилетку и 10 лет получат свое развитие. Спасибо большое вам за комментарий. Я бы хотел еще дополнить, в части того, что глава республики поставил хорошую задачу по нашим квалифицированным работникам, так называемой прочей категории бюджетной сферы. Об этом государственное собрание Илтумен неоднократно говорило, и мы сегодня это услышали, для них будет повышаться заработная оплата, независимо от минимального размера оплаты труда. Ну и, конечно, я бы хотел дополнить то, что президент Российской Федерации объявил следующий 2024 год годом семьи, а в дополнение к году семьи у нас, республике, объявлен год детства. Это они будут очень сильно дополнять друг друга, и те задачи, которые поставлены для того, чтобы у нас социальное благополучие было у семьи, у каждого человека, с помощью этих решений и президента страны, и главы республики они будут достигнуты. Ну, я здесь могу с вами только согласиться. Спасибо еще раз вам за комментарий. Будем смотреть, как реализуются те моменты, которые сегодня глава обозначил в своем послании. Спасибо, Алексей Ильич. Надежда, ну а я предлагаю еще немножко уделить времени экономике и промышленности региона, и все-таки важная часть, экономический каркас. Рядом со мной сейчас находится председатель правительства республики Саха, Якутия, Кирилл Бычков. Кирилл Евгеньевич, добрый день. Вот хочу еще раз подробнее остановиться на экономическом развитии следующего года. Какой будет наш экономический, промышленный и технологический каркас? Ну, прежде всего скажу, что на протяжении пяти лет Якутия показывает беспрецедентные темпы роста промышленности, экономики практически во всех отраслях. Конечно, прежде всего это то, что питает экономику Якутии, Дальнего Востока, и в целом Российскую Федерацию это наши недропользователи, это наши промышленные, крупные промышленные предприятия. И в этой части мы бьем все рекорды и по промышленному росту, и по объемам добычи самых различных полезных ископаемых, и классику якутской алмазы, и золото мы вышли на беспрецедентные темпы добычи этого драгоценного металла. Но это и нефть, и газ, и самое главное, что промышленный рост оказывает сейчас прямое влияние на качество жизни населения. Программа газификации реализуется опережающими темпами, количество районов и населенных пунктов увеличено за счет того, что подключаются таковые по уходу трубопроводные системы, и мы ожидаем, что в этой части программа будет не только выполнена, но выполнена даже с опережением срока и с увеличением объемов первоначально запланированных. Конечно, большое, огромное влияние, внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. Мы видим, что уже 122 тысячи малых и средних предпринимателей, это с 70 с лишним за 5 лет, это колоссальный взрывной рост. Мы считаем, что дальше эта тенденция будет продолжена, и те решения, те поручения, которые глава правительства поставил нам, в том числе на следующий год в своем послании, они однозначно будут способствовать достижению этих целей. Ну, конечно, мы понимаем, что самое главное – это качество жизни наших жителей, качество жизни якутян. Прежде всего, будет, конечно, традиционно уделяться внимание социальной повестке, это и здравоохранение, о котором сегодня глава республики отдельно посвятил этому достаточно такой основательный блок в своего выступления, в своем послании. Это те объекты, которые вводятся в этом году, в следующем году. Это, конечно, беспрецедентно масштабные для нашей республики медицинские объекты. Ну, это и образование, потому что мы понимаем, что вклад в наших детей, в нашу молодежь – это вклад в будущее Якутии. Ну, и, конечно, апофеозом послания было объявление следующего года, 24-го года, годом детства в республике Саха-Якутии. И, конечно, этому был посвящен большой раздел послания главы республики о новом мерам поддержки, поддержке и семей, и многотетных семей, для того, чтобы дети рождались счастливых, обеспеченных семей, в комфортных условиях проживания, с хорошим потенциалом развития, будущего образования. Ну, и, конечно, это непосредственная поддержка самих детей, наших детей, которые должны развиваться в комфортных условиях и получать все необходимые возможности. Карта молодого якутянина была учреждена сегодня, и все детки с 7 до 13 лет будут ежегодно по 5 тысяч рублей получать на самые разные цели своего развития. Причем это не только театры, музеи, но это и, что очень актуально для многодетных семей, это возможность посещать платные секции, оплачивая с той же карты. Я считаю, что это беспрецедентная, абсолютно уникальная мера поддержки в нашей стране. Это у нас первый регион, где руководителям принимается такое решение. Поэтому я думаю, что эти и многие меры нам позволят действительно наш человеческий капитал воспитывать в духе патриотизма, в духе комфорта, в духе настоящей поддержки и заботы наших детей. Поэтому вот на этом будет сфокусирована и экономическая повестка следующего года. Кирилл Евгеньевич, спасибо еще раз. Но уверен, что через развитие каждого отдельно взятого ребенка наша республика будет вместе с этим тоже развиваться и крепнуть. Спасибо. Надежда, ну а к этому часу у меня вся информация. Таким получилось послание 23-го к году 24-му. Я передаю тебе слово. Уверен, что вам есть, что обсудить с экспертом в студии. Петр, спасибо. Действительно, вопросы о социально-демографической политике остаются актуальными. Благодарю за работу. Будем ждать от тебя новых комментариев и отзывов о послании главы Якутии. Напомню, что у нас в студии сегодня гостья Евдокия Евсикова, первый заместитель председателя Якутской городской думы. Мы обсуждаем с ней прошедшее обращение главы республики к общественности и государственному собранию. Евдокия Ивановна, вот мы с вами начали про будущие поколения, про детство, поскольку объявлен год детства. А вот есть же такая цитата, в чьи руки перейдет возведенное нами здание. Мы уже понимаем, в чьи руки оно перейдет, но те, кто эти здания возводил, вот как будет чтиться память ветеранов, поскольку в 25-м году мы будем отмечать юбилей Великой Победы. Вот здесь необходимо сохранить историческую правду, поскольку это важный аспект патриотизма. Также активное долголетие, которому уделяется особое внимание в нашей республике. Надежда, спасибо за вопрос. И вот эта тема, она действительно очень важная. Я думаю, что вот, зная Айсена Сергеевича, я работала с ним, когда он был главой города, работала его замом по социальным вопросам, и я знаю, что этот человек настолько вот социально ориентированный. И сегодня мы в послании это еще раз увидели и услышали. И где дети, там всегда у нас и старшее поколение. Потому что вопрос преемственности поколения, передачи и сохранения наших ценностей, это вопрос, ну, действительно очень важный. Он такой, наверное, глобальный, философский вопрос для нашей страны. И нельзя думать и развиваться, нельзя думать о будущем, не сохраняя и не уважая свое прошлое, свою историю. А наша история – это наше, в первую очередь, старшее поколение, конечно. И Айсен Сергеевич, он всегда с огромным уважением относится к старшему поколению, к нашим ветеранам, к участникам Великой Отечественной войны. У нас в городе сегодня проживает 11 участников Великой Отечественной войны. Действительно, их количество сокращается. Но у нас есть еще дети войны, у нас есть ветераны тыла. Те люди, которые действительно обеспечивали, наверное, победу вот в те сложные 40-е годы. И уважение к ним сохранить и, наверное, проявить вот заботу о них, о том, чтобы вот этот серебряный, скажем, возраст, он действительно был очень уважаем и почитаем. Это действительно очень важно. Я сегодня услышала вот в послании Айсена Сергеевича очень важные вещи. Во-первых, то, что будет строиться в городе Якутский центр активного долголетия, это вообще замечательно. Я думаю, что если сегодня смотрели и слушали послания наши представители старшего возраста, они наверняка аплодировали в это время, потому что для них это действительно очень важно. У нас сегодня работает в городе и в республике уже есть несколько филиалов школа третьего возраста. У нас работают активно кружки, секции. Сегодня действительно строятся замечательные социальные объекты. И вот тут дом-интернат для престарелых инвалидов, о котором говорил Айсен Сергеевич в своем послании. Он недавно был сдан в Намцах. Я сама там не была, но я видела запись открытия, я видела вот те фотографии, как будут проживать ветераны. Вот как должны жить люди старшего возраста. Замечательные комнаты, оборудованные на двоих человек. То есть все условия созданы для того, чтобы старость была комфортной, чтобы старость была в заботе. Это то, о чем мечтает, наверное, каждый человек, доходя до определенного возраста. Сегодня, вот Айсен Сергеевич подчеркнул, и я провела для себя параллель. Когда он говорил о старшем возрасте, он сказал, что мы будем создавать лагеря для граждан пожилого возраста. И затем, когда говорил о детстве, что необходимо создание лагерей для наших детей. Ну, действительно, это здорово. И такой опыт в республике у нас есть. И, пожалуй, наша республика, наверное, одна из первых, кто вот эту форму работы, летние лагеря для граждан старшего возраста уже используют в своей работе. У нас в этом году такой лагерь работал в Чурабче. В прошлом году работал такой лагерь в Намцах. Это лагеря, которые работали за счет грантовой поддержки главы республики, где люди старшего возраста собираются и также проводят кружки, секции, проводят оздоровление, потому что мы понимаем, что в старшем возрасте здравоохранение должно идти всегда рядом с социальной поддержкой, социальной защитой. И это замечательная форма. Я думаю, что это то, о чем мечтают очень многие наши старики. И то, что Айсен Сергеевич в своем послании обратил внимание на это, это просто замечательно. И я думаю, что сегодня наше старшее поколение, они действительно просто сказали ему спасибо за заботу и за то, что вот такие формы работы будут в нашей республике использоваться. У нас сегодня среди граждан старшего возраста очень много серебряных волонтеров. Они у нас просто так не сидят дома, не ждут, когда к ним придет какая-то помощь и поддержка. Это люди, которые активно помогают другим. Вот если взять специальную военную операцию, то граждане старшего возраста у нас и здесь очень активные. Плетут сети, вяжут носки, собирают посылки для наших земляков, участников специальной военной операции. И вот это, конечно, очень важно. Огромное им спасибо за то, что они имеют активную жизненную позицию, ведут активный образ жизни. Это, я думаю, здорово. Именно благодаря этому и, наверное, тому уровню развития системы здравоохранения, который есть сегодня в республике, мы имеем довольно высокий, наверное, уровень продолжительности жизни. А если говорить о продолжительности жизни, у нас в городе, только в городе Якутске, поскольку я все-таки представляю городскую структуру, Якутскую городскую думу, у нас проживает более 350 человек, имеющих возраст старше 90 лет. У нас 4 человека, имеющие возраст 100 лет. И в январе у нас еще троим исполняется 100 лет. То есть мы можем претендовать, наверное, на звание города-долгожителей. И поэтому вот те меры, которые сегодня есть в республике, о которых говорил сегодня и ведет эту работу постоянно Иосиф Сергеевич, глава нашей республики, они притворяются в жизни. И благодаря этому мы имеем вот такой, скажем, высокий уровень продолжительности жизни, но стремимся к 80 годам. И это приятно осознавать, Евдокия Ивановна. Я благодарю вас, что вы стали сегодня нашим экспертом. Желаю вам плодотворной работы на год грядущий. И позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. Я думаю, что мы всех сегодня должны наших телезрителей, наших жителей города, нашей республики поздравить с наступающим Новым годом. Пусть он будет добрым, теплым, успешным и, самое главное, мирным годом. Спасибо. Да, действительно так. Спасибо. Ну а на этом мы завершаем наш эфир. Благодарим всех наших зрителей. И мы продолжим следить за развитием событий. В студии для вас работала Надежда Саханская. Оставайтесь с нами.